здравствуй страна вчера мы наконец-то попробовали первые ну первый салат полноценный помидоров и огурцов у нас все пошли помидоры теперь мы уже едим помидоры и огурцы ну а я с утра уже подготовил здесь все сегодня обещает 40 градусов жары и плюс ко всему ветер очень слабый так буду сейчас паять так друзья ну вот мы сделали эту работу здесь еще эта труба углубиться мы подкопаем ее вот так мы провели с леной запаяли здесь идет фильтр вот тут сброс воздуха но нам не нужно вот он уже заполнен водой здесь идет электроклапан а эта труба она до конца еще не доделана она пойдет туда наверх и там будет включаться ну вообще работает все так то есть сейчас отключено я сейчас включая выключатель и вода течет выключая выключатель вода прекращает эти вот автоматика будет за этим следить сейчас просто верхний датчик не зажженный так как вода перестала колебаться там и получилось так что на вроде как не заполнены он сейчас мы до конца допаяем наверх и все и уже можно заканчивать дальше так температура дома 33 39 процентов влажности температура на улице 39 в тени и влажность вообще ниже 25 процентов ну что други мои жара была несусветная просто катастрофа сегодня 40 градусов ветра практически не было тон потом немножко поднимался ветер потом прекращался тишина куром было тяжко я сейчас куром он слив покидал которые уже сладкие стали прямо они уже почти падают я уже мы их не едим они хорошие но вот куры их любят вот эти сливы сладкие одни и вторые у нас тут просили на инкубацию яйцо от пушкинских но понимаете в чем дело они сейчас не очень хорошо несутся потому что все таки жарко сейчас везде так лишь бы сами как говорится живы были здоровы что жара такая воду я им конечно же меняю доливая новой свежей холодной землю смачиваю так воды это достаточно просто не лениться делать нога побаливает когда тут немножко но я расхаживаю сих пор вот растением тяжко вот птицы выклевывают подсолнухи гады поганые подлетает там целая поле с подсолнухами они все равно сюда летят и выклевывают молодые семечки вот так вот это все выклевали сеткой вам закрыли большой подсолнух рядом поля но горят здесь виноград вы сами видели да некоторые уже цвет технические сорта приобрели уже такой синеватый то есть уже идет но идет к созреванию но в любом случае еще надо много чего еще обработка винограда вот лена говорит надо обрабатывать уже чего-то виноград любит конечно солнце и любит проветривание сейчас она его вон землю мотыгой разгребает и потом проливать будем вот лена у меня пояснила что созревание идет винограда не технического это столовый виноград это я тут ошибаюсь вниз да он просто рано созревает это столовые сорта ну я я вам так скажу я только по технике я вот полить обработать химикатами там еще что-то я не делаю этих я не агроном у каждого своя забота то я вот технику сделал данном случае сейчас вот этот евро куб и все мне больше ничего не надо эти завтра будут первые испытания потому что я пока время нку здесь бросил удлинитель мне надо будет провести еще суда кабель и с розеткой которые такие специальные уличные а пока я сделал время ночку но я сегодня уже испытал все работает лена замотала в черный чехол фильтр чтобы это не вода не зеленела все все остальное автоматика полностью работ завтра вот сегодня нам включит капельный полив а завтра я просто нажму кнопочку и пойдет сюда вода и она сама становится ее контролировать не надо потому что наверху я тоже сделал круто сейчас вам покажу как у меня наверху вот сюда подается вода вот она идет но я здесь специально сделал такой цоколь чтобы он именно вот вот так вот заходил в пробку здесь и воздух поступает немножко здесь все это деле отлично чтобы поднимать крышку если что это сделал можно было конечно сделать при прямой такой вход но мне надо было сделать так я могу выкрутить всегда вот этот гнездо который в ответе она закручена туда так воздух проходит это я сделал специально упор чтобы труба не падала туда а там небольшой коротыш такой и вода наливается датчик можно даже еще кстати поднять чтоб уже до горловины доходил он ключом он тут плотно сидит этому ключом можно поработать еще чтоб он немножко вытянулся суда поднялся очень сложно его поднимать руками сейчас вот один датчик второй оказывается срабатывает просто так когда свет отключает но сразу идет на докачку воды независимо от того что нижний уровень не гаснет это здорово это глюк программы но это как раз не и нужно один из этих подписчиков там что-то написал мне говорит на шнурке было бы проще а я еще думаю на каком шнурке я говорю объясните на каком шнурке вы знаете я вам так скажу по поводу шнурка на шнурке вот проще до типа и вот из-за этой простоты у нас и вы появляется что весь мир делает автомобили а мы делаем тазы понимаете на колесах вот это именно из-за шнурков и начинается да на шнурке проще проще но не точно непрактично могут быть ошибки могут быть зацепка может быть он шнурок имел ввиду поплавок от именно который электрический до проще но не да в этот бак не набирает полностью до самого верха мне нужен до самом верхом может запутаться внутри там много есть всяких нюансов поэтому я решил прибегнуть именно более к сложной установки но зато точной она будет бак наполнять до самого верха то что мне нужно и если такой подход будет у каждого человека вот как вот я вот рассуждаю да то мы тогда начнем делать очень качественные вещи и тогда весь мир будет покупать у нас наши качественные изготовлено там оборудование машины все такое прочее но так когда все на шнурке на соплях то соответственно вот пожалуйста и получите результат вашего труда я даже так не делают сейчас просто покупает в китае шильдик привинтили отечественные и называют это отечественной разработкой сейчас вообще полностью съехали на нет но это уже другая сторона дела здравствуйте друзья утро 9 июля короче говоря о час ну у нас ветер как всегда до ночью был сильный ветер я как-то из палатки сейчас даже дождь что-то попытался накрапывать молнии сверкали но грома не было в общем пронесло тучу мимо нас лена постоянно рыхлит помидоры каждый день и поливает потом капельный полив капельный полив был включен и у меня к сожалению еще пока сумной розетки нет кабеля но пробник электричество уже сюда введен и так первый запуск автоматики я закрываю краны которые она использовала для капельного полива и для полива и врубаю вот эту вот розеточку друзья мои и вода в бак пошла бак пустой постучал вода сверху льется автоматически это как будто вот имитировала умная розетка она допустим включилась 8 утра без меня все теперь здесь пробка всегда закрыта датчик здесь верхнего уровня и вода поступает автоматически а кстати мне надо еще поставить секундомер но я просто запомнил время 609 время и теперь я буду смотреть когда отключится клапан как только клапан отключится я это время засеку мы все и как говорится в добрый путь теперь не надо стоять со шлангом наливать до верхней метки и смотреть чтоб не перелилась все сработает полностью автоматика ура 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 но только осталось единственное что говорю подвести электричество специальной розеткой водонепроницаемой такой уличной все подключить провода прибрать на шкутики и все и забыть и еще как вы цокумной розетки запрограммировать и все итак я засек время бак набирался 27 28 минут и заметьте что вот нижний уровень горит а вот этот верхний не горит да но это обман потому что вода когда набирается она колеблется и когда вот пошло какое-то колебание датчик почувствовал и включился и когда выключился клапан то вода успокоилась и датчик отключился но все равно но все равно вода не добирается почему потому что работает нижний датчик он показывает что нижний уровень еще не иссяк это очень здорово насос не будет при затухании воды вновь включаться и добирать там какие-то миллилитры воды ну классно работает автоматика мне понравилось 27 28 минут набирается полностью бак вот снова вечер я заполняю воду вечером ванну она за ночь набирая температуру около 25 градусов и солнечный день буквально к часу дня делает ее градусов 40 с лишним уже по-моему но понятно что выше воздух она не нагреется но довольно теплая вода а если после этого шланг включить который так вот протянут и пускать как говорится вода которая в нем скопилась то там вообще кипяток выходит и подогревает очень быстро ванну что сказать дни стоят очень жаркие если вчерашний день был очень жарким и кошмарным и было 40 с лишним градусов я предполагаю ночью были грозы проходящие мимо но дождь что-то пытался покрапать но так и не пошел ветер сильный был стремянку он вечно падает вот то сегодняшний день должен был на 1 градус быть меньше он был на 1 градус меньше но он был зверски жарким не знаю чем это связано честно скажу что вот с утра еще что-то можешь до 9 сделать далее уже начинается пекло в 10 уже пекло и сделать что-то не в огороде не во дворе нигде невозможно такое ощущение как ты как в рентген аппарате находишься я даже думаю что при таком ветре но это только вот кто приезжает курортники они могут себе позволить поехать на море там на часик на два и потом вернуться свои гостиницы как кондиционером то у нас кондиционера нет к сожалению и дом то нагревается с каждым днем все больше и больше днем 33 градуса вентиляторы работают конечно но это очень мало спасает то есть очень тяжело в этом отношении работать на улице невозможно отдыхать дома тоже невозможно ты как западня получаешься надеемся что следующие дни принесут некоторых прохладу то есть температура ожидается около 35 36 и чуть меньше потом через неделю 40 уже не должно быть такие то есть я первый раз сталкиваюсь с этой аномальной жарой такой был где жаркие дни прошлые года но вот такое прям вообще степеляющее очень тяжело такую жару даже вот я люблю жару а море она ведь как там больше сгоришь чем она сейчас теплое это море то есть это только вот отдохнуть пару часиков искупаться и вернуться опять жару как бы да этот электроэнергия сегодня опять было десять раз отключалась электроэнергия за день опять падает то до 150 вольт и меньше отключается и падает и повышается вдруг до 250 с лишним вольт до 260 и автомат опять срабатывает то есть сегодня трансформатор работал на разброс то резкое понижение то резкое повышение я не знаю что происходит с местным трансформатором но это явно действительно как мусор да то есть там явно нету у него охлаждение идет какой-то перепад фаз не знаю что там происходит но это уже надоело честно говоря эта проблема не решается и по моему не решится потому что я говорю я как-то говорил про трансформатор легче дождаться когда он сгорит чем кто-то либо будет решать эту проблему очень в этом отношении здесь бардак полнейший с электроэнергией так что имейте ввиду у кто переезжает такая вот фигня ответственным людям по моему тоже по барабану раз такое происходит я понимаю что жаркие дни но я впервые увидел здесь на юге такие вот апокалипсис с электроэнергией то резкое понижение то резкое повышение что происходит я не могу точно технически сказать но люди следующие примерно сказали ладно 8 часов друзья сейчас время и температура сейчас около 32 градусов 33 даже при том что солнце пошло на закат куром я тут поливаю водой площадку набираю новую воду если бы у нас не было бы скважины тушите свет называется то сетевая вода мало того что она была бы мало доступна потому что она здесь не имеет никакого давления она и раз вообще ее нет вообще исчезает в летние периоды днем допустим или вечером давление полностью исчезает то скважина сельском доме скважина в сельском доме просто обязательный атрибут друзья мои без нее никак это вам мы полив огорода и прохладника водичка все-таки это конечно да потом есть очень любопытные люди интересуются различными вещами которые не под моей ответственностью находится то есть есть новостные каналы которые о чем-то либо говорят что происходит да на том или ином регионе где-то еще то есть темы которые любой сейчас более-менее сообразительный человек понимает затрагивать не стоит ну и зачем стоит задавать вопросы из села с любовью которые вам тем более известны вот вы смотрите новостные ленты вот и читаете по ним зачем вы задаете вопросы блогерской сфере которые относятся к сельской жизни или к музыке то есть вы просто провокатор вот и все получается поэтому прежде чем задавать какие-то либо вопросы подумайте стоит ли их задавать тем более я говорю в нынешнее время не подставляйте хотя бы себя так сейчас я пройдусь ветродуйкой с чищу весь этот мусор который тут нанесем при работах сегодня тоже лена срезала с винограда лозы лишние ветки но и дорожки запылились ну все я приготовил все для того чтобы перейти в палатку но самое главное последняя будет погоду вечернюю чё там с дождем может что-то будет такие пироги ну вот смотрите друзья опять у нас сегодня перебои я уже не знаю кому жаловаться каждый день вот сейчас идет 260 был даже сплеск до 270 вольт можете себе представить что творится у нас я уже не знаю даже кому просто жаловаться но буду жаловаться буду а звонил я сейчас человеку который здесь ответственен непосредственно весенки да за это дело дольте честно говорит что я не могу ничего сделать это краевые какие-то переключения они там какие-то вот делают переключения от него это не зависит и в итоге если у вас когда-нибудь сгорит дом от высокого вольтажа там когда плеснет там 270 вольт и выше или наоборот упадет до 110 или 90 вольт и у вас там сгорит какой-то другой прибор то они за это отвечать не будут это просто краевые переподключения понимаете что творится вот такая вот хрень находится в станице есенской вот такая вот проблема я не понимаю я спрашиваю кого-то по другим улицам таких проблем нет он говорит краевые под перекрыть переподключение ниже не стоит не доверять человеку раз он так говорит но почему это происходит именно на нашей улице западная с этим старым трансформатором почему я спрашиваю других людей вот на есенской переправе ток подключается у них такого не происходит у нас говорит такого нет может они не замечают этого что там такие всплески или может ничего ни у кого не сгорает я говорю если бы не защитный автомат у меня бы сгорела уже в вся техника или случился бы какой пожар уже никто объяснить не может почему это происходит такая вещь ладно это мы будем решать проблему и будем решать этот вопрос конкретно серьезно где это не значу еще предпринять но я приму а вы знаете вот сейчас третий день пошел ну может быть конечно на 4 градуса меньше чем 42 стала там 36 градусов но до накаляется все больше и больше земля потому что нет никакой влаги абсолютная сухость датчики показывают самую низкую влажность которая только сейчас покор может быть нам грался ой процентов 15 я так думаю здесь сейчас ходил как раз комбайн он выкашивал пшеницу не знаю почему он до конца здесь не скосил вот это вот дело но вот здесь он пошел выкосил может он заполнился там еще что-то произошло а может сейчас он все-таки до кофе сегодня это будет хорошо уберет потому что сегодня ветер как раз в сторону моря а вот как раз стоит ветер в ветер убирает пыль а если бы ветер был бы с моря то было бы все хана здесь было бы куча куча пылевой столб поэтому я думаю что сегодня он все уберет у нас есть фермер здесь который там зерно у него от сегодня мы ездили зерно покупали купили три мешка 1800 рублей то есть наверно скажите машина от рублей килограмм ну к двум тысячам так скажем вместе с мешками вот купили зерно для кур корма смесь она такая средней паршивости конечно но взяли на мне сейчас машине лежит и еще выгружать надо завозить сейчас у меня планах стоит но не сейчас прямо уж такая жара электрика по поводу того чтобы проходила под землей электричество в ту сторону чтоб него так провода висели чтобы так проходила буду заниматься ближайшие дни тут еще значит мы как-то встретились с константином агафоновым он наверняка будет смотреть мой ролик каст константин приветствует тебя человек очень дотошный пытается ну как бы дойти до истины самостоятельно но кон константин без обид не всегда успешно потому что вы иногда когда ищите что-то дотошно в свою пользу вы ошибаетесь а когда объективности ради начинаются такие выводы ваши то там вот можете дойти до какой-то цели но можете изменить даже курс то есть даже как бы сказать там где путь проще вы его усложните так вот что касается прошлого ролика по поводу аккумулятора вы говорите что себестоимость моего аккумулятора она довольно высокая и я беру мало денег за аккумулятор потому что такой аккумулятор выкладывать надо больше ценой ну во первых своих подсчетах вы ошиблись вы посчитали элементы не знаю где вы нашли такие элементы я вам написал комментарии в ответе где вы нашли такие элементы по 700 рублей 5 штук ума не приложу это по-любому не высокотоковые элементы какого-то паршивого бренда который я никогда в коробку не поставлю самые дешевые элементы которые мне сейчас удалось найти на озоне а на алиэкспресс и покупать не буду там точно у меня будет час провал потому что там пошел обман вообще конкретные я уже по отзывам смотрю то стоит он 200 рублей и вы не смотрите на зеленую цену карточки а стоит он 200 рублей штука 200 рублей один аккумулятор если вы посчитаете стоимость десяти аккумуляторов то она будет 2000 с лишним даже это при условии что вы расплачиваетесь обычной картой потому что не всегда зеленой картой можно что-то купить 2000 аккумуляторы коробку вы посчитали 1135 рублей нашли где-то коробку тоже смотрите на бмс-ку высокотоковые ли бмс 40 ампер то что там будет описано недостаточно это этого значения там еще если тур и другие параметры это так для вашего что знания второе и сборка сборка аккумулятора это не это значит сварочный аппарат нужен еще приобрести покупатель до который будет сам себе варить сварочный аппарат паяльник обязательно ну там припои специальные флюсы изоляционные электрические кольца пластиковые кольца изоляционные вообще изоляционный электрокартон который не просто картон который вы вырезали где-то там с помойки нашли а там на специальной основе и вы будете собирать аккумулятор вот ну в коробке там могут быть да какие-то дополнительные там нихромовые пластины которые вам не надо будет покупать отдельно вот у меня еще отдельно куплены нихромовые пластины понимаете и когда вы все это соберете то получится да внушительная сумма но вы я думаю ошиблись в мою пользу не случайно возможно даже специально чтобы показать что якобы аккумулятор по побольше ценить там 4650 у вас получилась сборка нет его сборках тянет но скажем так где-то к 4000 ну 3800 а продаю я за 5 до я ставлю свой труд и свои дополнительные вот эти вот то что я вам перечислил на 1200 рублей моя работа и плюс вот эти все периферии это различные ну и естественно амортизацию оборудования потому что вы же не будете покупать сварочный станок специально для того чтобы собрать себе аккумулятор это надо на поток это надо потом заниматься постоянно этим поэтому моя цена обычная как у всех даже ну чуть меньше мне так кажется но я не жлобяра там чтобы заваливать такую цену там чтобы сразу в два раза там нет я это понимаю что такое и бизнес и спрос и постоянная конъюнктура постоянные покупатели поэтому в расчетах вы ошиблись в денежных и также комплектующих не все связано только с одной покупкой коробки из комплектующих там кольцев состав не входят а это все надо ставить потому что они делают китайцы упрощенной схеме они ставят самое такое как бы упрощенное чтобы собрал и выкинул как говорится но чтоб надежно работала чтобы у вас там не было пробоя при использовании этого аккумулятора в жаркий солнечный день при силовой нагрузке я оставлю дополнительную защиту иногда даже переходится внедряться в схему дополнительно чтобы поставить непосредственно в аккумулятор плату активного балансира который вы тоже не знаете вот вот второе вы говорите что когда я что-то показываю людям там вот устройство отключения воды или какой-то очередной инструмент который у меня есть коллекции которыми пользуюсь там пистолет строительные счет то надо заранее называть цены покупателям или подписчикам чтоб они решали будут они смотреть ролик дальше или нет потому что стоимость этого оборудования весьма высока то я вас свешу огорчить потому что все блогеры которые делают распаковку вплоть я говорю до телефонов айфонов стоимостью по 300 тысяч там самых совершенных да они делают распаковку этого оборудования но это не значит что они должны говорит так ребята я распаковку этого делать не буду потому что стоимость очень большая вы не купите вы все нищие все такое прочее я делаю распаковку если или если я делаю описание оборудования это делаю во первых не для какой-то компания для есть для себя самого там был ли то подарок или было то покупка или была какая-то скидка от компании мне не важно важно то что я хочу донести смысл что такое оборудование существует что такой инструмент существует вот что самое главное что я хочу донести а решать сколько он стоит где его купить и как там дальше это будет покупатель самостоятельно подписчик почему вы так вот это я же не магазин по продаже этих инструментов вот был у меня были что у меня на тепловизоры были у меня на распаковке был у меня лобзик на распаковке все остальное я покупал за собственные деньги я просто делился впечатлениями от об этих инструментов ну и был еще такой комментарий по поводу того что мол типа зачем нужен этот аккумуляторный инструмент мол типа если в доме есть электричество но я считаю но это не ваш комментарий это был комментарий другого человека то есть если в доме есть электричество зачем аккумуляторный инструмент включил розетку все и работа я уже в этом много раз говорил и повторять уже не буду просто это смешно уже понятно что аккумуляторный инструмент это свобода ваших рук не надо тянуть по всему огороду удлинители и ставить везде розетки чтоб можно было подключиться и обслуживать эти розетки в дальнейшем то есть аккумуляторный инструмент дает полную свободу действий и причем здесь въезд в доме электричество или нет я вообще не понимаю это будущее будущего любого потом ремонтника который дома что-то починить он берет аккумуляторный инструмент это будущее зачем тогда электрические машины если есть машины работающие на бензине тоже зачем электросамокаты если есть скутеры работающие на бензиновом двигателе это же продвижение вперед они все равно потом исчезнут тут эти все бензиновые двигатели рано или поздно они все равно исчезнут они их не будет понимаете все все будет в любом случае на электрической тяге это меняется век меняется ладно друзья на этом мы заканчиваем наш ролик в эту жару а по поводу всех этих нюансов бытия там вот допустим не сказал человек местный говорит это переподключение но какое-то переподключение если вот и говорю я вообще думал об электричестве когда другие улицы не испытывают таких вот проблем но какое-то переподключение это переподключение этой линии который непосредственно снабжает нашу улицу что у нас идет отдельная линия снабжающая наш дом где идет переподключение от ростова иногда даже надо думать о чем-то когда говорите подобное да вот так кажется почему другие у других все нормально у на нашей улице постоянно вот это вот с геморрой с этим электричеством и я к чему говорю уважаемые подписчики когда вы покупаете дома когда вы переезжаете куда-то обратите на это внимание ну естественно что вы не можете узнать что у вас вашим электричеством может на данный момент она будет хорошо работать а потом последующим плохо то есть я хочу сказать покупайте электро защиту для вашего дома то есть вот эти всегда различные устройства которые защитят ваш вас от всплеска электричества его понижение стабилизаторы автоматы специально сейчас существует даже есть автоматы забыл как он там в аббревиатуре звучит точно которые даже не то что там на короткое замыкание они влияют на то что если у вас нагревается проводка и где-то пытается возгореться допустим обои то есть вот такие да вот вещи то есть даже такие автоматы то есть не жалейте средства на защиту от и всяких электрических пробоев повышение и понижение электричества в ваших домах не жалеете тогда вы обезопасите себя от пожара по крайней мере в доме ну вот вот такое пожелание такой бытовой ролик пока друзьям пока пока встречаемся в субботу 15.30 на этом канале музыкальном вечере пока в субботу 15.30 и в субботу 15.30 на этом канале Субтитры создавал DimaTorzok